Беларусь на пороге празднования 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Наша страна первая приняла на себя удар гитлеровцев в 1941-м. Беларусы вместе со всеми народами Советского Союза сумели дать достойный отпор захватчикам. Показав всему миру пример мужества, бесстрашия и героизма. Гордиться победой и помнить об уроках войны, жертвами которой стали десятки миллионов людей, главный лейтмотив этой даты. На мой взгляд, это неправильно и очень плохо трогать места памяти солдат. Очень много солдат погибло. Чтобы мы могли жить под мирным небом, 80 миллионов человек погибло во время Второй мировой войны. Что мы сейчас видим в странах Евросоюза и, увы, на постсоветском пространстве прямо у наших границ? Там наглеют вопящие зигхайль скинхеды, лезут и щелей юные поборники бандеровщины, бравируют татуированными свастиками неонацисты, маршируют вместе с престарелыми севцевцами революционеры, чувствуют безнаказанность юные мерзавцы, глумящиеся над памятниками жертвам нацизма и солдатам-освободителям. Иные обыватели, зачастую это не просто наивные простаки, а матерые нацисты наигранно щурятся. Пусть покричат, это же дети. А кто-то, разумеется, не от большого количества мозговых извилин даже считает нацистов, военных преступников чуть ли не героями, борцами за независимость. Что ж, прискорбно, когда такие нравы культивируются у соседей, но находятся подражатели и в Беларуси. Мало их, страшно далеки они от народа, который никогда не забудет о руинах городов, массовых расстрелах фашистами мирных жителей и сожженных садистами-полицаями деревнях. И все-таки угроза есть. На поводу вожаков стаи идут малолетки. А ведь шаги наших соседей к насилию, дальнейшим трагическим событиям, начинались именно с незаметного процесса оболванивания молодежи и консолидации активистов за спинами политических маргиналов. Поэтому на проявление даже малейших симптомов коричневой чумы наше государство реагирует решительно и жестко. Делал фотографии с изображением нацистского приветствия. Собственно, из-за этого он не был привлечен к административной ответственности. Наиболее опасное в современном обществе распространение нацистской символики и атрибутики, а иногда и бездумное коллекционирование. Отличились жители Бобруйска. С первой мировой у меня фотографии, со второй мировой фотографии имеется в телефоне. Я начал потом коллекционировать вещи по немецкой части. Приобрел нож, каску. Демонстрируя такую символику и атрибутику, люди, если их так можно назвать, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны и бывших узников концлагерей. Если человек занимается подобными противоправными действиями, он пренебрегает истинными человеческими ценностями. Пренебрежительно относится к памяти наших предков, которые воевали против немецко-фашистских захватчиков. Это должно быть очевидно для каждого гражданина нашей страны. Я сам сделал, сам для себя было тоже, что по немецким вещам, по фашизму нельзя по этому направлению двигаться, не собираться, не интересоваться. Не надо это ничего. За это Белоруссия сильно пострадала. Наша страна считается партизанской страной. Сегодня мы дожили до появления информационного фашизма. Но дело в том, что у нас есть закон о недопущении реабилитации нацизма. И вот там совершенно прямо указано, что относится к нацистской символике. А тот самый так обожаемый нашими змагарами БЧБ флаг сразу по нескольким пунктам своей кровавой истории попадает. А за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики по новому законодательству грозит уголовная ответственность. Вот вам и ответ, почему к любителям покрасоваться с нацистской символикой относится с несколько повышенным вниманием. Но радует то, что в нашей стране приверженцы неонацизма, которые демонстрируют свои татуировки в виде нацистских символов, в том числе приветственные жесты, в реальности становятся фигурантами уголовных дел. Я знал, что я ошибался. Весь республика Беларусь пострадала больше всего от действий нацистской Германии. Поэтому, видите, я обещаю повторять своих ошибок и призываю других делать так же, так как распространение нацистской идеологии способствует разжиганию нового военного конфликта. И яркий пример тому – Украина. Сегодня одна из главных государственных задач – недопущение реабилитации нацизма, предотвращение повторения жутких, бесчеловечных, кровавых событий Великой Отечественной и защиты исторической памяти о ее героях и подвиге народа. Сегодня, когда во многих западных странах наша победа объявлена вне закона, массово разрушаются памятники освободителям, героями провозглашаются убийцы и палачи, мы берем на себя обязательство защищать историческую память о самоотверженной борьбе советского народа с германскими нацистами, которая забрала жизни миллионов наших соотечественников. Беларусь – страна, в которой чтят и помнят подвиг советского народа в годы Великой Отечественной. Действия тех, кто презирают память предков или каким-либо образом прославляют или героизируют зверства нацистов, не останутся без внимания правоохранительных органов. Не для того наши деды и прадеды свою землю отвоевывали, а потом обустраивали, чтобы на ней хоть где-то, локально, даже на одном квадратном метре, снова проросли фашистские порядки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok